Итак, одиннадцатая песня Шримад Бхагаватам, пятая глава Нарада, наставляет Васу Деву, текст 10. Которые были временем для земли, асура, демоны, раджанья, царей, хантавей, чтобы уничтожить, гуптая, чтобы защитить, сатам, святых преданных, аватирнасья, о нем, который не сшел, нервитяй, а также, чтобы даровать освобождение. Яша, Слава, Локи, по всему миру, Витания Те, разнеслась. Перевод текста. Верховный Господь. Что у нас в зуме? Он уже ушел? Промайси? Упал. А? Зум упал. Что у нас в интернете? Какая-то мистика какая-то постоянная. Все, все запустили, как обычно. Сейчас интернет проявляем. А, вот, наш новый интернет пропал. Сейчас, по-моему, я его подключу. Может, где-то на провайдера, где-то за дождем. Ну, может быть, да, сейчас. Ну, тут место такое тут. Есть. 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 Подключились? Да. Так, мы снова с вами. Снова подключились. Читаем перевод текста. Верховный Господь не шел в этот мир, чтобы убить царей демонов, ставших тяжким бременем для земли, и защитить святых преданных. Однако, по милости Господа, все они, и демоны, и преданные, получили освобождение. Вот почему его трансцендентная слава разнеслась по всем планетам Вселенной. Итак, это еще один текст, который описывает природу Бога, причем изначально, изначально природа Бога. Есть исходящие из него энергии, даже есть Вишну Татвы, такие как Господь Нараяна и Пуруша Аватары. Но здесь описывается нечто большее, потому что только Он может даровать такое освобождение, сам лично. Сам лично может даровать такое освобождение только Кришне. Например, когда Господь Раманчан любил Раба, но Раба должен родиться снова. Конечно, идут путем к освобождению, но так или иначе они все пришли к Кришне. Тантовакра, Шишу, Шишупала. И уже Кришна освобождает. Путана то же самое. Ахасура. Не было никаких причин для освобождения этих личностей. Только злодеяния. Кришна каким-то чудом освобождает их. Но в чем это различие? Почему даже Господь Нарайана не обладает таким могуществом? Хотя могущество и беспредельное. И любая другая Аватара – это тоже Кришна. И Батя, Курма, Вараха, Вамана – это тоже Кришна. Но все же нельзя сравнить их с Кришной. Некоторые говорят, даже близко нельзя сравнить с Кришной. Может быть, до какой-то степени его можно сравнить с Верховной Личностью Нарайаной. До какой-то степени. И все же не точное сравнение будет. Далеко не точное сравнение. Кришна превосходит в какой-то особой степени всех великих личностей, Багаванов, Кулубагов, кого угодно. Чем же он их превосходит? Вообще Ачарьи это классифицировали. Но поскольку это классифицировано на уровне гьяны, то это не всегда впечатляет, не всегда понятно. Пока человек не бретет расу, трансцендентное восприятие, до этого момента просто есть классификация. То есть мы можем ответить, как школьник, урок запомнить, выучить и ответить. Это тоже хорошо. Хотя бы теоретически понимая, что Кришна в чем-то всех превосходит. Но вопрос не в том, что в чем-то, а в безграничной степени всех превосходит. Даже Бога. Если говорить о Боге, как о Нарайне, как о перебережке всех живых существ, как об источнике творения, то есть у него уже есть экспансии. Четверные экспансии, дальнейшие экспансии. То есть чтобы потом в конце концов все это развернулось во все эти высокоорганизованные системы, непостижимые для разума человеческого и полубогов. Но он является источником, который вдохновляет действовать даже Маха Вишни. В безграничной степени. Потому что его качества не могут описать и не перестают их описывать в возвышенных душах. Никогда. Это вечный процесс. Эти Чамша, Калах, Пун, Сам, Кришна, Сту, Бхагаван, Своян. То есть есть полные части его проявлений. Есть части частей Свамши, Випхинамши, различные категории. Но это лишь части частей. Кришна, Сту, Бхагаван, Своян, Сам, Великолепный Господь. И чтобы объяснить это, Иоса Дева пишет Сримад Бхагаватам. Причем начинает это описание, когда речит о Кришне с Пандавов. Почему он с Пандавов? Ну, цари. Махабхарата описывает их жизнь, обычную человеческую жизнь, полную тишень, страданиями, испытаниями. Но Бхагават начинает описывать Кришну именно с Пандавов. Хотя есть много других преданных Господа. Допустим, есть преданные, которые поклоняются Господу Раме уже миллионы лет. Описывают тоже качества и его деяния. Рамайна Вечная Лила. Есть такие преданные, как, трансцендентные, как, ну, в конце концов, народы. Нарада Учителю Ясвы. Но описание именно идет Сримад Бхагаватам с Пандавов, с их отношениями, как они встречают Кришну, как провожают Кришну. Почему, почему так? Почему эти преданные, чем они превосходят всех остальных? Хотя они не соблюдают обид безбрачия, как тот же Нарада или Хануман, или Прохлада Махарадж. Тоже великий преданный, но считается, что он выше преданных Вайкунтхи, в силу того, что его преданность в материальном мире максимальным испытаниям подвергалась и не была непоколебима. То есть он в этом смысле превосходит даже преданных Вайкунтхи. Кто такие Пандавы, почему именно они на таком уровне, который выше, кажется, преподносится как более высокий уровень? Только по той причине, что они были преданными Кришне. Ни Нарайны. Ни других проявлений, экспансий. Или аватар. Изначально личности Бога. А что это означает? Что в чем их преимущество? Образ жизни был, но обычных людей, внешне ничем не отличается. Царство, политика, жены, борьба. Уникальное, на самом деле, явление самое уникальное. Как говорится в Первой Песне Бхагава в том, что это Писание, оно отвергает все остальные. Не нужны уже другие остальные религии. Если мы приходим к Кришне, к Его преданным, к Его окружению, то туда вмещаются все энергии, все достояния, все знания, все достижения, все великие плоды всех путей. То есть, нет необходимости говорить бесконечно долго обо всем. Нужно говорить просто о Кришне и Его преданных. Все открывается остальное. И постепенно выясняется, что, хотя Ютештира боролся за власть, на самом деле, ему власть была, это вообще не нужна. Он проводил Раджа Суи Яги, Яшва Метха Яги. Только чтобы Кришну привлечь. Они думали всегда, Пандавы собрали, собрание собирали и думали, что еще придумать, чтобы Кришна к ним пришел. Давайте сделаем Раджа Суи Яги, он точно придет. А если сделаем так, он точно придет. Если он не придет, тогда будет трудность какая-то, пойдем в какую-то трудность, и он точно придет. Больше ни о чем они не думали вообще. Их не касалось ни царства, ни власть, ни деньги. При этом Ютештира был очень сильно привязан к жене и братьям. Там описывается, это привязан было потому, что они были преданными Кришне. Это было связано только с Кришной, вся их жизнь. Вся их семья, вся их деятельность, вся эта война, все эти жертвоприношения. Все, что они делали ночью, днем, все было связано с Кришной. Из самых лучших преданных Ютештира входит в тройку этих самых великих, самых близких, самых лучших преданных Кришны. И вот, кто же такой Кришна? Возникает вопрос. Да, если даже Нарайана не всегда дает освобождение. Освобождение получил, когда на ИСМХД въявился только Прохлад Махараджи. Все, кто там присутствовал, не получили освобождение. И так, еще раз. Верховный Господь не шел в этот мир, чтобы убить царей и демонов. Первое. Ну, это не сложно. Демонов убить не правда. Ставших тяжким бременем для земли. То есть, даже Шактеви Шаватар это может сделать живо полномоченным. И защитить святых преданных. То же самое, это могут сделать его полномоченным. Однако, по милости Господа, все они и демоны и преданные получили освобождение. Каким образом? Тот факт, что Кришна убивает демона. В чем освобождение? Каким образом? Например, когда наказывают преступника через закон. Ну, объявляется состав преступления, доказывает свое присутствие. Отвергаются все другие оправдания. И вот, налицо факт. Всем очевидно. Суду, закону, Богу, присутствующим. И так происходит очищение у преступника. Он принимает наказание. Без желания отомстить, допустим. Продолжать эти все отношения. То есть, он смиряется под давлением закона, власти и справедливости. То есть, Кришна проявляет это через наказание таким образом. Он принимает это. Так он освобождается от своих грехов. Освобождение получил. И так, если Господь на рай, он убивает кого-то. Он делает как высшая справедливость. И высшая сила. И знания. И как бы демон, убитый таким образом, при таких обстоятельствах, под таким влиянием, он лишается кармы, конечно же. Может получить освобождение. Но, какое? Максимум имперсональное Брамаджоти. Вернется снова потом. То есть, фактически, он не получает освобождение. Потому что с уровня Брамаджоти он возвращается обратно. Но, когда Кришна убивает демона, то кроме того, что есть наказание, как Путана, допустим, кроме того, что есть наказание, есть справедливость, есть высшая сила и власть, все это присутствует. В Кришне тоже, как на районе. Но есть на районе. Еще есть неописуемое и необъяснимое очарование. И в итоге, Путана становится его матерью по-настоящему. То есть, она была притворной матерью вообще. Она была убийцей. Ракшасы. Она притворилась этой красивой женщиной, как мать. Чтобы просто войти в Гаку. Чтобы не вызывать подозрений. Даже Ишода была сбита с толку и пропустила эту красавицу небесную. Так она притворилась притворно. Но, тем не менее, она кормила грудью Кришну. Притворно, как мать. Путь была еды отравлена. Но вот, удивительно, очистившись от своей злодеяния, когда Кришна стал убивать ее, пить ее жизненную силу, она привлеклась его очарованием и стала настоящей мать духовной. Вот этого чуда не может сделать ни одна экспансия Кришны. У некоторых людей возникает сомнение, связанное с приходом Верховной Личности Бога в материальный мир. В комментарии. Если он всемогущий творец миллионов вселенных, то почему преданные считают удивительными его деяния? Например, лилу, в которую он убивает ведьму Путану, высасывая из ее груди жизнь. Такие деяния, несомненно, относятся к сверхчеловеческим. Но справедливо ли назвать это чудом, когда их совершает всемогущая Личность Бога? Ответ на этот вопрос скроется в слове Нирвритя. В употребленном данном стихе Господь «Господь убивает демонов не потому, что злится на них, а для того, чтобы даровать им духовное освобождение». Такая беспричинная милость, которую Личность Бога проявляет в своих непостижимых играх, освобождая из демонов и преданных, отличает Господа от любого другого живого существа, будь то человек или полубог. Никто, кроме Вишну, не способен освободить душу из круговорота рождения и смерти. Человечный Чакравар Титакур пишет, что демоны, как правило, получают безличное освобождение. Все они Брамана. Тогда, как преданные удостаиваются высшего благословения, любви к Богу, вечной жизни на планетах духовного мира. Так Господь проявляет свою беспричинную милость ко всем живым существам, и слава о нем гремит по всей вселенной. Поскольку Кришна трансцендентен, между его воплощением и его славой нет разницы. И по мере того, как слава о нем распространяется по всем уголкам вселенной, весь мир постепенно обретает освобождение. Таковы некоторые из уникальных свойств Верховной Личности Бога. Господь Вишну может принимать разные воплощения в материальном мире. Он может стать Ванвандар Аватарой, если нет достойного представителя на этот пост. Нередко описывается Господь Хари, принимает образ, принимает роль Индры в материальном мире, потому что нет достойного кандидатуры. Иногда он принимает роль Браммы, когда нет достойной кандидатуры. Ямараджи и так далее. То есть это Господь Вишну. В данном случае его роль не освобождать непосредственно, а представлять Дхарму для поддержания вселенной. Так он вступает от Шестпола Богами, как один из них. Как и Вишну, собственно говоря, он как один из них выступает в такой роли, хотя мудрецы знают, что это Верховная Личность Бога, но роль у него Гуна Аватары. Он ограничивается в этой роли в материальной вселенной, потому что у него другая цель. Но если он убивает, как Вишну, Каланеми, допустим, он убил, как Вишну, когда была бита между полубогами и демоном, великое сражение было одной из самых страшных во вселенной столкновений, катаклизмов. Вишну явился и убил одного из самых могущественных демонов – Каланеми. И, по идее, Каланеми должен был сразу получить освобождение, но он убил его в роли Дхармы, не в роли Верховной Личности Бога, а как один из полубогов. Он сам Верховный Господь, но в этой роли. Мы знаем, что он может убрать роль человека, кого угодно, роль царя, роль Брамана. И в этой роли он действует так. Но у него еще есть другая роль, скрытая. Непроявленная роль. Атичамшакалатумсам Кришнасту Бхагаван Своям. Сам-то он Кришна, на самом деле. Но он скрывает это. И, таким образом, Каланеми рождается, как Камса. Он снова рождается демоном. Он даже не очищается от демонических качеств. Не освобождается, на самом деле. Но он освобождается, потому что все-таки Вишну говорит. Как освобождается? Кришна приходит и дает ему освобождение. Тот Кришна, который есть Вишну, на самом деле. Тут интересные игры разворачивают. Он все-таки встречается с Кришной, этот демон. И тут тоже он, получается, освобождение. И так все стремятся, демоны, поэтому к Кришне. Как на тельки, на огонь, говорится. Они рождают с полупогами, потом рождают с Вишну. И, в конце концов, приходит Кришне. И тогда уже они освобождаются. Вот Кришна приходит иногда, чтобы дать освобождение и демонам, и преданным. Без разницы. В этом его слава, в этом его особенность. Что его окружают удивительные преданные. Камфу рассматривают как преданного. Ну, то есть, сознающего Кришну, имеется в виду. Мы знаем, что он не предан, но он сознает Кришну. Вот в чем дело. Это удивительно. Что он в окружении Кришны находится тоже. Но он, когда ел, когда спал, что-то делал, он думал только о Кришне. Он боялся его постоянно. И это сознание его углублялось с каждым мгновением, говорится. У него были две жены. Одна была в белом царе, другая в черном царе, когда они приходили. Когда они приходили в белом и черном царе, он кричал, Кришна была рада, пришли. Только об этом он думал постоянно. Он даже жен своих не узнавал. Камфу был в полном сознании Кришны. Это тоже окружение Кришны, видите, в материальном мире. Демоны – это тоже окружение Кришны. Они к нему сами стремятся. Они хотят, конечно, убить его. Как Путана, как Камса и другие. Но это тоже… Он их принимает в свое окружение таким образом. Это Кришна. Вот так вот. Попросту как дитя. Как наивное дитя. Сочетание всех качеств Нараяна и вот этой сладости, невинности в Кришне и его беспорочности и чистоты любящего. Любит всех без различия. И демонов, и полубогов, и преданных. Равно рассматривает Кришна. Смотрите, не Нараяна. Нараяна по-другому. Параматма по-другому равно относится. Она не дает освобождение никому. Хотя находится в сердце. Другую роль играет. Но когда он приходит как изначально Верховная Личность Бога. Вот это событие. Его личное присутствие – это совершенно другое событие. Она описывается подробно в Шиман Бхагава. В Ясадеева должен был описать именно вот эти события. Не какие-то другие. Другие он написал. Но это не давало полного освобождения. Окончательное. Пока не опишешь Игорь Кришны, сказал Нарада. Твоя душа не успокоится. И ни одна душа в этой мире не обретет вечного покоя. У нас стих еще есть. Шишука Увач. Я буду читать перевод. Шишука Дэвага с вами продолжал. Выслушав Нараду, необычайно удачливый Васу Дэва, долго не мог прийти в себя от изумления. Все иллюзии и тревоги, проникшие в сердце Васу Дэвага и его почтенные супруги-девоки ушли без следа. Интересно, как это сознание Кришны устраняет все проблемы и тревоги в сердце. Какая может быть проблема, если мы повторяем имена Кришны? Если осознать Кришну. Вот как он описывается. Великими душами. Разве это может быть проблема какой-то? То, что мы в материальном мире переживаем. Пандавы? Кришна сознательно вел их путем испытаний. Об этом сказал Пхишма в этом. Пхишма сказал в 2004, что это с самого начала Кришна задумал все, что с вами произошло. Все эти испытания, все потрясения, все сверхчеловеческие вообще. Никто бы не мог это пережить, кроме пандавов. Почему они были в сознании Кришны? А зачем Кришна такое сделал с ними? А, Кришна знает, они полностью защиты его. Испытания это лишь их славу. Испытания. Вот что мы сделали. Протячась такие испытания, Ижимута видно такой славой, Несоизмеримой ни с кем. То, что прошло Ютуштира, Арджуна, Химасима, Накула, Сакадева, Травупади, Нельзя странить ни с чем до сих пор. Какая слава. Ижитму пандавов не выполнял. Это сознание Кришны. Именно сознание Кришны. И здесь удачный Васудевы долго не мог прийти в себя от изумления. Когда выслушал народу вот эти моменты. Все иллюзии и тревоги, проникшие в сердце Васудевы и его почтенные супруги девоки, ушли без следа. Даже в арендаване иногда мы слышали какие-то новости тревожные. С Маджи Мадыкини за обедом иногда мы говорили о каких-то проблемах таких. Слышно же из материального мира. Жуткого этого творения. Информация доходит какая-то ужасная, устрашающая. И она сказала. Да, эти волны Майя, они сильно не могут нанести потрясение. Он человек. Ну это Майя просто. На самом деле это просто Майя. Текст 52. Тот, кто средоточенно медитирует на это всеблагое повествование, уже в этой жизни очистится от всякой скверны и претет высшее духовное совершенство. Так заканчивается комментарий смиренной слухи о божественной милости. Ачиба 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 Аттисвами Прабхупадхак. Пятый главе. Одиннадцатый писатель. Бхагаватам. Который называется Нарада. Наставляет вас в Деву. Ну здесь говорится, что вот этой беседы, этих наставлений достаточно, чтобы обрести высшее духовное совершенство. Так же, как говорится, что поклоняясь божествам в храме, если мы принимаем такую роль, как поклонение божествовершенному. Серьезное, да? Это общение лично с Богом. Лично с Богом. То есть они не отличны. Это присутствие Кришны. Буквально нужно понимать. Но придет не сразу это понимание. Это нужно неудобно. Пока не придет осознание этого факта. Это осознание факта. Так же, как карма. Иногда преды спрашивают, а вот что происходит с предами? Это карма или милость Кришны? Ну, карма – это техническое описание. Причино-следственная связь, понятная технически она описывается. Для логического ума. Лучшее объяснение. Значит, я посеял, я пожал. Ну, логично, все сходит. Нет вопросов. И все же, несмотря на то, что есть логическое объяснение, вопрос поднимается снова и снова. А в чем же милость Кришны? Слышно, о милости Кришны, то карма же есть. А если милость Кришны, то где карма? И зачем карма? Почему карма? Нет. Милость Кришны – это не техническое, а не аналитическое описание этого явления. Это вопрос осознания уже. Не касается технического, логического, аналитического объяснения. Это не опирается на логику. Это опирается на осознанность человека. То есть, он может видеть эту карму через сознание Кришны, как милость Кришны – все. Все, что с ним происходит. Все это есть. Это уже не карма для него. Это просто осознанность. Для материалистов есть карма из Папа Пуни, есть благочестивая карма, есть греховная карма и так далее. Много видов кармы. Они это изучают. И прарабда карма, прарабда карма, и угра карма. Много всяких карм. Карма Бандана, и мы слышали эти термины. Но для предного это все милость с Кришной, это общение с Кришной тоже. Это часть его предного служения. Если посмотреть на пандов, то в чем их был грех вообще, что они прошли такие испытания? Нет, они были безгрешны. У них не было даже мыслей обрести власть или богатство, или накопить имущество. У них даже в мыслях такого не было от рождения. Не существовало такое. Они были родственниками Кришной и друзьями Кришной. И даже с соприказностью Дурьотана, который имел как раз все эти греховные мысли, да, возникла там Ахабхарата. Для Дурьотана это была как бы карма, это следствие было его греховных поступков, когда он погибает от дара булавы. С раздробленным позвоночником, в страшных муках он покидает тело и к нему приходит осознание, потому что Кришна присутствует там, при этом его убийстве, да. Но для Пандова все это было просто милость Кришны. Кришна была с ними всегда и Кришна говорит, что нужно делать. А они это все и делали. Что приводило их то в изгнание, то в дом из Шелака, то в зал собрания, где азартная игра, это все происходило по воле Кришны. Они шли этим путем, потому что Кришна указывал этот путь. Вот и весь их грех был только в том, что они были преданы Кришне. Но в итоге, смотрите, Пандовые, они неувидаемая слава, их преданность, несоизмеримая слава. Начало, начало Стримат Бхагава, трансцендентного повествования начинается с них вообще. Почему? Потому что это сознание Кришны. Это не то, что райская планета, знаете, преданы живут, там их вино, и женщины, и все. Греха никакой, все можно. Это материалистичный ум. Сознание Кришны намного выше счастья, и несчастья, и прочих вещей. Значит, преданным может быть терпелив, как дерево, Господь Читания говорит, и смиренным, как трава на дороге, если он преданный Кришне. Если он постоянно видит, что с преданным служением сплошны проблемы и страдания, и трудности только видит в этом, значит, его сознание Кришны еще не зрелое. Он, значит, не сознает Кришну, он еще ждет от Кришны комфорта. Он еще приходит к Кришне, как к объекту, который исполнит его желание материальное. И Кришна, тем не менее, он ведет его путем освобождения до уровня чистой преданности, как? Просто слушайте истории, связанные с Кришной. Здесь говорится, постепенно человек поднимается на этот трансцендинг. Если не прекратит слушать эти истории. Шрама нам, Тиртана, Вишна, Смарана. Вот все, вот это наша практика. Но, дорогие преданные, нам нужно утвердиться в садхана-бахте для этого. Тверже быть. То есть слушание и спевание должны быть регулярными. Конечно, мы повторяем мантру, безусловно, дали обеты. Совершенность кругов, каждый день мы стараемся делать. И это нужно совершенствовать. Как? При помощи Шриман-бхагаватам, при помощи Санкиртана Яги, при помощи проповеди. То есть нужно включиться в жизнь, как пандавы включились в эту жизнь и они шли путем Дхармы. Мы тоже выбираем этот путь. Путь распространения знаний сегодня. Это та самая роль, которая указана нам Господом. Это мы должны идти путем. Мне не важно, что нас ожидает на этом пути. Счастье, несчастье, какие-то там сложности могут быть. Нужно знать, что на этом пути все мы под защитой Господа читаем. Полностью. Этому движению будет сопутствовать неувидаемая слава и процветание. Но при этом никто не будет иметь эту цель славы и процветания. Вот о чем речь идет. Но пока мы имеем эти цели, славы и процветания, ждем золотой век, чтобы наслаждаться жизнью, мы еще не обрели сознание Кришны. Оно ценнее золотого века. Сознание Кришны ценнее этого цели. И Кришна хочет, что мы обрели именно сознание Кришны. «Манмана бауман бхактамат яджимам нам скрут. Думай обо мне. Стань моим преданным, поклоняйся к Нему». Вот что Он хочет. Вот в чем высшая ценность. «Не так, что я думаю о Нем, поклоняйся для того, чтобы иметь что-то ценное». Нет, это самое ценное уже есть. Вот в Святом Имени, в этом процессе. Об этом речь идет. И тот, кто услышит, здесь говорится, да, обретет высшее духовное совершенство. Вот такие тексты сегодня у нас. Одиннадцатая песня Симат Бхагава, там пятая глава. Нарада, на столе этого Судеева. Пятьдесят пятьдесят два текста сегодня были. Пожалуйста, дорогие преданные, Екатеринбург. Дополнение, вопросы, пожелания. Громче говори. «Руки у всех есть, да? Ты посмотрела внимательно? Хорошо. Даже по две руки. Вау! Екатеринбург у нас процветает. Вот сейчас в этих стихах, да, говорится, что Кришнам, Гьеманам, милость тоже своего рода оказывает таким образом, да, когда он их убивает, но они получают тоже благо. Я вот подумал, хотел спросить, когда в общество преданных приходят люди с разными качествами, потому что кто-то приходит божественными, кто-то с демоническими, но они тоже получают разную реакцию все равно в обществе преданных. И можно ли считать милостью и то, и другое? Или, ну, то есть, получают ли они духовную милость? Очень хороший вопрос. Ну, ты прав, не просто кто-то с божественными качествами, кто-то с демоническими. Все приходят со смешанными качествами сейчас. И то, и другое в каждом человеке есть. Поэтому, несомненно, мы получим какие-то трудности. Это гарантированно. Пока есть какие-то демонические качества, конечно, проблемы должны быть. Проблема имеется в сознании Кришны. Не просто проблема в нашей судьбе. Судьба – это не проблема. А вот конфликт с сознанием Кришны – вот она проблема. Вот у многих преданных, смотрите, конфликт с сознанием Кришны есть в разной степени, конечно же. Кто-то отходит, кто-то не отходит. Кто-то устраняется, допустим, просто от активного служения. Кто-то индивидуализируется. Кто-то критикует. Кто-то вообще отходит. Это конфликт с сознанием Кришны – вот она проблема. А то, что трудности – это не проблема. Это наша жизнь, наш путь – это нормально. Трудности делают нас сильнее. Но вот эти обиженности – это демоническое свойство обижаться на судьбу, на кого-то, таить какие-то там чувства против кого-то. Это демонические качества. Они есть у всех тоже. Поэтому, как бы, трудности могут прийти, но трудность заключается в выборе – мне продолжать преданное служение или оставить вот эту активную деятельность. Быть наедине с Богом – и все, не надо, не нужен мне больше никто, никого не хочу. Вот она, трудность. И говорится, что если вот в этой трудности человек выбирает Кришну активное преданное служение, он продвигается дальше. Он продвигается дальше, высоко дальше. Вот в этом выборе кроется, как бы, секрет. Либо можно зависнуть в этом состоянии на много жизней. То есть рождаться таким преданным, да, который будет служить Кришне, но не возвращаться, как бы, в духовный мир, там, нет, не достигать вот этого уровня. Ведь на уровне религии тоже можно понять Кришну, вот в чем дело. И на уровне мистических сил тоже Кришну можно понять. На уровне гьяны тоже Кришну можно понять. Кришне все это есть На уровне кармы тоже Кришну можно понять Ведь он может действовать У него игры есть, действия его Знания есть, он гиту рассказал Ситхи есть, да, он творец и прочее У него все есть Но Кришну нужно познать до конца В этом была идея правопады Обрести эту пхаву или прему Которую принес Господа Читания Махапрабху И тогда мы уже видим милость повсюду В этом случае мы видим милость повсюду До этого уровня любви к Богу Мы еще не видим Что все является милостью, конечно же Отсюда исходят эти вот Настояния страданий Страданий Как, если Дашарадха Должен был Он получил проклятие Дашарадху Знаете, да, он же убил Случайно Брамана, сына Брамана И получил проклятие от его родителей Что он тоже умрет В разлуке с сыном Вот в этом мучении Преждевременная смерть Не принесет разлуку с сыном Это было проклятие И Дашарадха так и умер Согласно проклятию Рамачандра уходит в изгнание В лет Дашарадха не может этого пережить Он не в несколько дней Оставляет тело Все Но Ачарии говорят Это выглядит как проклятие И страдание На самом деле Это была любовь разлуки Он очень возвысился Он испытывал Любовь разлуки Еще не према Према там не было Еще не према То есть Такие личности Как Дашарадха Они не испытывают страдания Как обычные люди Даже получая проклятие Их привязанность Кришну только усиливается В Кришне нет страданий В этом могущество Кришны Видите В этом его особое могущество Как можно Проходить через такие Трудности Не испытывая страданий Каким образом Это осознание Кришны Это просто осознание Кришны Да, пожалуйста Харе Кришна Примите Мое поклоны Пожалуйста Немножко похожий вопрос Но в другом ключе Вот Господь Он Милостив Да, говорится Ну, не в одном месте В Священных Писаниях И к преданным И к демонам Но Иногда У нас даже нету веры Нам кажется Что Господь все время Нас чистит Посылает нам страдания Испытания И вот Вы упомянули Пандавов Да, Дхарма Тоже Иногда так кажется Ну, что Дхарма Не должна быть Такой беззащитной Ну, вот то, что с ними Произошло Да Откуда вот это вот В уме возникают Сомнения Не сравнивать себя Что я Ютуштира Кришна говорит Иди ко мне Причем Господь читания Облегчает эту задачу Вообще Иди петь Танцевать И слушай Кришну Иди туда Больше туда А мне нравится Говорить о проблемах Это же просто Наш выбор Можем не выбирать Страдания Пожалуйста Святое имя Кришны Мы получаем По линии Господа Читания Можем очиститься Все кармы Очень быстро Страдания Не придут За личные наши грехи Нам отпустят Эти грехи Святое имя Страдания придут Когда мы будем Трудности Когда мы будем Проповедовать Да Но это уже Не наша карма Это ответственность Господочитания Это его приказ Если он говорит Такому несовершенному Человеку Как я иди проповедую Зная Что я буду совершать Ошибки в проповеди Но он же говорит Это мне делать Значит Он несет ответственность За мои ошибки Тоже Где же у меня карма Он знает Что я несовершенен Что я фанатик Вообще И он посылает Меня проповедовать И говорит Иди ты Гуру Иди Кришна слышит Ну так иди Говори ты гуру Но это уже Не моя карма А мы же думаем О своей карме Вот в чем дело Слишком много Говорим Обязанность жены Обязанность мужа Обязанность такая Карма такая Мы увязнем В этих обязанностях Материальных Должны Если не будет Главного 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 У меня Как бы Непонимание Все-таки Происходит Что Сейчас я Немножко То есть Получается Если я иду Путем Ну вот Ко всем Предыдущим Преданным Присоединяюсь К вопросу То есть Сейчас У меня такой Путь Что Я как будто Пытаюсь Найти Выход В обращение К психологу К психотерапевту Что Ну вот Как вы уже говорите Да Проработать Как бы Травмы Как бы Понять Какой мне быть Женой Какой быть Ну Какой вообще Быть Личностью То есть Это как бы Ну я так понимаю Что это просто Путь материальный Он вообще Имеет место Быть Или Ну вот Как вы сейчас Даже говорите Я это слышу Но как будто Это Ну как-то Очень слишком далеко Вот Что нужно просто Предаться Кришне Что Его поставить Во главу Максимально Это все делать Ну Насколько возможно Это искренне И как бы Не нужны Ни психологи Ни психотерапевты Ни все эти Ну вот Направления Которые сейчас Очень популярны Не совсем так Не совсем так Не совсем Врачи нужны И психологи Это тоже Как бы Ну вид врачевания Работают с нашим умом Там с нашей психикой Психиатры Это уже Ну более Такое Сугубленное состояние Так Психолог Есть проблемы Проблема Означает Что я болен Проблема Не могу Решить проблему Это тоже Как болезнь ума Да Вот Но не критическая А психиатры Это уже критическое состояние Так же Другие врачи Они нужны И ты можешь прибегать Как и все другие К психологам К психиатрам Если нужно К врачам Если есть какие-то Проблемы Болезни Но Если ты Сознаешь Что они Что их Кришна посылает Тогда ты будешь Безопасностью Если ты Сознаешь Что Кришна Тебе дает Эту возможность Прийти в себя Таким путем Тогда Ты будешь Безопасностью Иначе Все эти Материальные науки Без Кришны Они уводят В маю Сама понимаешь И физика И химия И математика Если там нет Кришны Все они Уводят в маю Это тоже науки Но в полном В полном невежестве Так же И психологи Должна Не забывать Кришну Для чего тебе нужен Психолог Чтобы ты лучше Могла служить Кришне Вот И все Тогда у тебя сознание На месте И психолог на месте И все на месте Ничего не разрушается В твоей жизни Пожалуйста Видишь Кришна же не мешает нам Ничего не забирает Просто дает То чего не хватает Что плохого у психолога Почему их так не любят Преданные Я думаю Психологи Это могут быть Очень хорошие люди Которые могут Тоже нам помочь Забраться в чем-то Ну а твое дело Как предан Не забывать Кришну Вот и все Кришна Моя очередь Задать вопрос Вы отвечали на вопрос Амаду Вы сказали Что Если преданный Выбирает Активное служение То он идет дальше Вот Вопрос такой А что Подразумевается Под активным служением Ну Имейте в виду Что преданный Если вот он Даже Дома Например Сам с собой Пустиряет Читает Ну как бы Ведет какую-то Духовную практику Это же тоже Преданное служение Получается Ну насколько может Вроде как А это другое Другая тема Насколько может Да Это другой вопрос Я понимаю Активно Не означает Что он действует Ну как бы Интенсивно Человек стареет Он же не может Интенсивно работать То есть Здесь подразумевается Просто сотрудничество Чтобы преданный Себя не отделял От общества Преданных Вот что важно Вот что важно То есть Тогда это называется Активное преданное служение Чем бы он ни занимался Он будет чувствовать Энтузиазм Активное вдохновение Потому что он связан С обществом Вышеного Кто-то книги Там много раз Распространил Тысячу книг В день Кто-то распространил Но поскольку Я связан С этим обществом Со всеми преданными Я чувствую радость Этого Активную радость То есть Я причастен тоже К этому Видишь Вот Как это нужно Но если я Отделяю себя От предных Критикую предных Кто-то книги Распространяет И меня это не касается Вот это Майя Понятно А еще вот тоже Ну Как продолжение Вот Ну Есть как бы Великие дела Да Какие-то Большие проекты Вот Что сейчас Вот важнее Скорно Вот такие Может быть Как Вектор Какие-то Приоритеты Что Великие проекты Или все-таки Вот Как бы Какие-то Такие Развития Ну Как бы Сказать Более Таких Личностных Что-ли Отношений В глубину Ну Вот так Потому что Великие проекты Но Иногда Подразумевается Что Мы Может быть Не Ну Как бы Не 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 Преданность Да Этими Проектами Вот Ну Ты Уже Ответила На Вопрос Ты Уже Все Прояснила Всем Все Уже Все Все Ясно Стало Какие Там Проекты Скажи Какие У тебя Там Большие Проекты Ну У многих Вокруг Меня Большие Проекты Помогай Вдохновляешь Тогда Большие Проекты Большие Проекты Если Человек Вдохновлен Большими Проектами Это Его Энтузиазм Это Нормально Естественно Если Энтузиазм Человек Он Хочет Что-то Большое Сделать Для Кришны Еще Такой Сам Амбициозный Молодой Еще Такой Много Страсти У него Он Будет Строить Большие Планы Человек Естественно Это Нормально Естественно Это Сгорит Вся Раджи Гуна В процессе Предного Служения Ее нужно Сжечь Нужно Занять То есть Эти попытки Больших Проектов Постепенно Мы набираем Большой Опыт Как Все-таки Сделать Большое Дело Оказывается В итоге Как Сделать Большой Проект Большой Энергию Он Будет Строить Большие Планы Любой Человек Большой 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 Спасибо Я помню Хрена Аманандэ Он говорил Что я Во время Джапы Я игнорирую Его Я понимаю Что у него Очень высокий уровень Аманандэ И вот И как Нам Во время Джапы С одной Стороны У нас Есть Вкус Что мы Повторяем Это Светы Имена И у нас Такое Состояние С другой Стороны Выходят Иногда Такие Вещи Впечатления Или еще Что-то Нехорошее А Ну что Нам Вот Как Со Своим Умом Поступать Чтобы Иногда Человек Начинает Комплексовать Отождая С Этим 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 Тонар И С Как Нам Во время Покерения Джапы Вот Когда Идет Этим Этим Какой-то Еще В смысле Два Потока Как Сделать Так Чтобы Как Нам Реагировать Ты Был Во Вриндаване Ты Помнишь Во Вриндаване Вот Конечно Жаркое Место Очень И Там Сточные Каналы Не Открытые Канализация Открытая Вдоль Дорог Идет Да Запахи И Вообще В другом Месте Скажем Других Городах Скажем Северных И Европейских Это Скрывают Поглубже Потому Что Это Расставник Инфекции Там Может Быть Холера Все Что Угодно Безинтерия В этих Сточных Канавах Там Хорошая Среда Для Развития Эти Опасные Флоры Микрофлоры Но Поскольку Там Сильное Солнце Ну Сознание Кришны Как Солнце Что Они Делают Они Берут Лопатами Когда Все Это Наполняется Слишком Там И Прямо На Дорогу На Окраю Выплескивают Под Солнце Под Солнце И Солнце Когда Очень Жаркое Оно Это Все Вычищает Высушивает И Все И Безопасно Солнце Такой Силы И Так же Кришна У нас Точные Канавы Умеры Текут Всякие Вещи Мысли И Когда Матру Повторяем То Мы Под Солнце Выбрасываем Наружу Солнце Не Сверняется При Этому Но Очищает Наш Шум Таким Образом Мы Приходим В Ужас Не Так Ли Вау Что Это Такое Откуда Это Зачем Мне Это Это Ощущение Это Нормально То Во время Джапы Это Обычный Процесс Когда Всплывать Могут Разные Вещи Из Ума Потому Что Именно Работа С умом Это Стирка Стирка Ума И Как раз Мы Находим Грязные Пятна И Там Сильнее Протираем Стираем Вот Ручную Такая Стирка Это Джапа Это Наша Работа Такая Грязная Работа С умом Вот Омоющие Средства Это Харикришна Махамантра То есть Как Средство Очищения Дается А уже Киртан Это Раса Это Раса Это Танцы Это Совместное Воспевание Там Ум Вообще Отдыхает Вся эта Грязь В осадок Выпадает Вообще Вымещается Быстро Это Киртан Поэтому Надо Чередовать Джапу С Киртаном Чтобы Как-то Себя Хорошо Чувствовать Не только Стиркой Заниматься Грязная Работа Но и Праздник Испытать Харинама Дается Спасибо Тебе За вопрос Вопрос Из чата Харикришна Дорогой Бору Махараш Скажите Пожалуйста Какая Разница Между Безразличием И Отрешенностью Безразличие Это Отрешенность Будни Невежества Это Тоже Отрешенность Но Она Как Разлив Отношений Это Противоположное Йоги Состояние Есть Йога Связь Есть Айога Разлив Связи Это Безразличие Это ТАМС Это Тоже Отрешенность Ну Наркоман Принимает ЛСД И он Отрешенность Тоже Вообще Безразличен Ко всеми Полностью Погружен На что-то Другое Но Это В ТАМС Отрешенность Настоящая Отрешенность Это связь с Кришной С преданными Если мы безразличны К преданным Это плохой знак Общество Парни Горанга Пожалуйста Харик Кришна Дорогой Гору Махарадж Дорогие Придные Вопрос Такой Часто Путешествуем По разным Городам Общаемся С преданными В разных Ятрах Многие Вдохновляются Выходят На Сан-Кирпену И вот Вопрос Такого плана Вы сказали В лекции Что необходимо Отвердиться В Садане И Ну я замечаю У меня тоже Часто такое бывает Допустим Преданный Наполняется Энтузиастом После фестиваля Особенно После общения И Начинает Очень активно Практиковать То есть Ранний подъем Значит Шнадцать кругов Сразу Без Скажем так Без пауз Без остановок Без отвлечений Чтение Книг Выход На Сан-Кирпену И Собственно Говоря Живет В таком Интенсивном Ритме Но потом Сдувается Кто-то Сдувается За два Дня Кто-то Через Неделю Каким образом Удерживает Энтузиастом К тому Чтобы Максимально Стабильно Выполнять Все Этапы Садан Либо Может быть Наоборот Необходим Какой-то Индивидуальный Подход Что можно Порекомендовать Таким Приданным Два Дня Если он Не сдувается Это уже Достижение Хорошее Большинство Сдувается По дороге С фестиваля Уже Что-то Съедают Шоколад Находят Чипсы Уже Все Погружаются Сразу Утумают Поэтому Два Дня Опыта Это Уже Неплохо Как Это Ученые Они Хотели Плазму Как Бы Сохранить Без Топлива Да Вот Просто Плазму Проявить Без Источника Как Стихию И Создали Такое Кольцо Вакуума Какого-то Почему Они Стали Следовать Вопрос И У них Получилось Сохранить Плазму Где-то На Полсекунды Полсекунды Плазма Без Топлива Проявилась Это Было Большое Достижение Поэтому Два Дня Уже Хорошей Саданой После Фестиваля Это Уже Опыт Значит Уже Какие-то Усилия Прилагал Правильно Сознательно Он По дороге Думал Об этом Он Приехал С Этим С Этой Решимостью Но Столкнулся Опять С чем Что Идти на Работу Надо Там Семья Просит Что-то Денег Оказывается Нет После Фестиваля Вообще Никаких Денег Он Столкнулся Опять С Майей С этой Стороной Но На Два Дня Тем У него Хватило Видите Вот Так Да Волнообразно Идет Развитие Постоянная Садана Видите В чем Дело Она Должна Войти Она Не может Быть Физически Постоянной Для Семейных Людей В наших Условиях Правило Сбивает С толку Многие Факторы Материальные Требуют Что-то Делать Еще И Взамен Саданы Иногда Работа Семья Заботы Дети Деньги Потом Болезни Много Чего Мать Престарелый Мы слышим Всегда Об этом Всегда Эти Беспокойства Есть Садан Должна Войти Внутрь Человека Например Если вы Не можете Прийти В храм И пропеть Мангала Арати Пойте В другом Месте Где вы Есть Пойте Про себя В уме Если не Можете В слух Спеть Потому что Ваша Садана Должна Внутри Быть Все равно Потому что Ваша Средоточность Должна Оставаться Внутренняя На Кришне Когда Мы только Начинали Не было Никаких Храмов И ашрамов Тогда Еще Не было Все Работали Советский Союз Что Какая Садана Была Но Там Круги Повторяли Насколько Можно Больше И Пожаловались Духовному Учителю Одному Он Сказал Ну Вы Можете Мангал Арати Провести Например В троллейбусе Когда Идете На работу Утром Там Можете Пройти Мангал Арати То есть Пропеть Про себя Негромко Самсара Давана Ларидолока И это Прекрасно Работало Наше Садана Начиналось В троллейбусах В метро В трамваях Пешком По городу Мы пропевали Все эти службы Найсимхадева Там Харикришна Мантру Повторяли Когда я мантру Повторял Когда работал В кафе В Санкт-Петербурге По дороге Пешком Ровно полтора часа Пешком До работы Если я в пять Выходил Оттуда Из дома В пять Уже выходил Пол шестого Да Пол шесть Пол седьмого Мы уже начинали Работать Примерно Как раз полтора часа И шестнадцать кругов Заканчивал Пешком Шел по дороге И пропивал Все что нужно Еще по дороге Тоже Потом целый день Работа была Вечером До десяти Да До полдесятого Там еще домывали посуду Убирали кафе И еще полтора часа Обратно Еще шестнадцать кругов Домой приходил И так каждый день Вот таким вот образом Это была наша Садана Вы думаете Это было легко? Это тоже было трудно Это тоже была Хорошая нагрузка Но мы Делали все Что могли И постепенно Мы видим Что Кришна Дает возможность Больше 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 Со временем Для каждого Преданного Продолжения Все больше Больше Условий Для его практики Если сейчас Всем дать Хорошие условия Для практики Многие Просто будут спать Понимаете Они еще не готовы В такой садане Они еще не готовы Когда мы боремся За садану Стараемся В наших условиях Делать то что возможно Вот мы становимся Сильными Преданными Постепенно Обретаем силу У нас есть вопросы Из ютуба Тормуляция Из ютуба Всегда есть вопросы Харикришна Гуру Махараджи Вопрос А демоны Тоже вечные спутники Господа Камса Один и тот же Если да То в чем Его развитие Как души Нет Роль Камса Может выполнять Другая душа Не то что Одну душу Нашли Для этой роли Несчастную Нет Нет Ну так же Как Брамова Там Разные души Приходят Много Много Таких Есть Кандидатов Претендентов На То чтобы занять Такое положение И демоны Камса Камса Кто же он В духовном мире Я забыл Кто он В духовном мире Камса А он Кто-то В духовном мире Его Какая-то роль Интересная Вот я Ксалю Сейчас Улетел Из головы Но в материальном мире Он демон Становится Демоном Когда приходит Так же Камса Важная роль Если говорить о Кришне Полубоги И демоны Они Одинаково Рассматриваются С точки зрения Кришны Одинаково Одна колючка Беспокоит ногу Другая колючка Вытаскивает колючку Если Полубоги Забывают Кришну Гордятся Демоны Станутся Сильнее Если полубоги Зачаются Один Кришна Побеждают Демонов И так Это Двойственность Материального Мира Так Должно быть Материальным Демоны Должны быть В этом Все Великие Демоны Они Становятся Великими Предами История Там Была Такая Что Васудева Он Услышал О проклятии Браманов И переживать Стал Сильнее С народой Это у них Диалог И Чего Сай Из-за Этого И Когда Сейчас Дестифи Читаем Все Хорошо Стало И он Успокоился И Дева Успокоилась Нарада Объяснил С пилософской Точкой Зрения Кришна Пришел Не зря Сейчас Всех Поубивает И Всем Будет Хорошо А вот Когда Преданных Возникают Трудности Какие-то Мы же Включаемся Стараемся Помочь Преодолеть Эти Трудности Как-то Можно Просто Попроповедовать Понять Что Это План Кришна И Успокоиться И Всем Воссиять Счастливо Да Это Одна Сторона Важная Сторона Привести Порядок Ум Если Есть Беспокойство То Мы Преданным Тоже Можно Проповедовать Как-то Успокоить Их Ум Но Этого Недостаточно Что Будет Делать Преданный С таким Умом Вернется Ленин Снова К этой Проблеме Или Улучшит Воспевание Святого Имени Вот В чем Решение Вопроса Как Поступить Сам Преданный С этим Да Можно Послушать Лекцию Успокоиться Но Потом Что Я буду Делать Потом Вернусь С Своей Проблеме С этим Спокойным Умом И снова Подниму Новую Проблему Найду Или Я С этим Спокойным Умом Обращусь К Кришне Дальше Пойду Ближе Богу Вот Этот Выбор И мы Идем Такой поступью Еще Не Как Неуверенной Чуть Чуть Туда Чуть Чуть Обратно Чуть Туда Вот Мы Таким Путем Опыт Набираем Крупица Закрупица Что Нужно Всегда Убирать Кришну И все На этом Все Будет Хорошо Все Эти Проблемы Более Менее Иллюзорны Даже Смерть Даже Смерть Это Иллюзия К этому Тоже Мы Придем Сейчас Боятся И наводнения Сейчас В Казахстане Такие Катаклизмы Столько Сейчас Тысяч Людей Сотни Тысяч Людей Без Домов Остались Сколько Всего Есть О чем Беспокоиться Но Преданно Он Как Это Решает Он Занимается Преданно Служением Он Может Поехать Туда Распространять Просад Этим Людям И увидеть Как люди Счастливы Становятся Мы Видели Когда Приезжали В такие Места Тяжелые Места Все Предны Кто Были В тяжелых Местах Потрясения Гибели Лишения Каких И там Кормили Людей Просадом Это Была Потрясающая Помощь Удивительно Какое Счастье Люди Испытывали Там В самых Трудных Условиях И Нужно Продолжать Своё Преданное Служение Утвердиться В этом Твердую Веру Обрести И так Эти Трудности Будут Просто Указывать Нам Дальнейший Путь Дальнейший Путь К Богу Значит Две стороны С одной Стороны Мы Должны Успокоить Ум Преданного Кто Впадает Беспокойство У него Сложности Мы Должны Помочь Ему И Конечно Другая Сторона Что Он Сам Будет Делать С Другая Стопа Участ Да Вот Шананда Рупа Прабу Из нашего Ютьюба Ещё Пишет Вопрос Задали Ари Кришна Гуру Махарадж Примите Мои Смиренные Поклоны Подскажите Пожалуйста Если К людям На Работе Не Преданы Не Получается Относиться С Принятиями Любовью Человек Очень Раздражает Что С Этим Делать Пересилить Себя И Принять Человека На работе Да Приходится Общаться С людьми Которые Раздражают Да Постепенно Найдёшь Выход Какой-то Тут Я сейчас Со стороны Не могу Ничего Посоветовать Почти Ничего Кроме Того Что Терпеть Да Вот Но это Не решение Ещё Проблема Если Каждень Ходишь На работу Каждень Приходится Терпеть Этого Человека Нет Ты Найдёшь Выход Через Общение С Найдёшь Постепенно Самостоятельно Это нужно Сделать Я тоже Пытался Я тоже Работал Тоже Общался С людьми Я тоже Пытался Найти Такой Выход Да Были Разные Люди И прочее Но Я Уверен Что Постепенно Это Может Это Возможно Сделать Возможно Постепенно Но Конечно Если Ты будешь Действовать С раздражением То Ничего Не Получится Еще Здесь Из чата Тоже Такой Вопрос Гарри Кришна Дорогой Навараж Преданные Примите Мои поклоны Пожалуйста Сослав Чирик Попаде У меня есть Сружение Читает Онлайн Тоненькие Книги Чирик Попады Я предан Но Вчера Я забыла За 30 минут Помнила А потом Отвлеклась Как я могу Загладить Свою вину Перед Преданными Попросила Прощения Договорились О встрече На следующий Я чувствую С реальнировка Так как могу И в следующий Раза быть Вот такая Память Да Это не Простительный Грех Это Только Искупление Кровью И Огнем Каленым Железом Поэтому Ты тоже Ничего не сделаешь Тут я Бессилен Вам помочь Только Ад Спасет вас На этой Тяжелой Ноте Похоже Нужно Заканчивать Уже Вопросы Пошли Бытовые У нас Необязательно На уровне Благости Конечно Можно А почему Нельзя Нет В гуне Благости Там Другая Сила Она Выше Это Сила Вдохновения Сила Вдохновения Глубже В благости Поэтому Как раз В благости Человек Может достичь Чего-то Потому что Достигаются Все Великие Вещи Только Благодаря Терпению Это Говорит Ачарь То есть Процветание Означает Что Есть Терпение Любое Терпение Оно Переходит В процветание Но Это Возможно Только Благости Поэтому Он Говорит Будь Смиренный Терпеливый Продолжай Повторять Кришна Мантру Продолжай Служить Кришне С терпением И смирением Это Залог Успеха В этом И в благости Человек Обладает Этим Качеством Он Может Трепеть Это Главное Качество Сегодня Все Ошибки Исходят Из Нетерпения И Несмирения Ну Непочтения Тоже Все Ошибки Только На этом Основ Поэтому В благости Если Он Сам Не действует Так Как Реактивный Двигатель Ядерный Двигатель То Он Вдохновляет Как Ядерный Двигатель Кого-то Вдохновляет Кого-то Организовывает Духовно Кого-то Направляет В нужном Направлении Вдохновение Тоже Дают Ему Человеку Полномачивать И Таким Образом Возникает Вот Такая Атмосфера Среда Активная Разумная Среда Которая Хорошо Направлена Нужно Русло И Достигается Результат Постепенно Это Благо Хорошо Значит Великими делами Мы закончили Нашу встречу Спасибо Большое Всем Человеку Павупад Ки Джай Что в нашей Аудитории Я правильно понял Что получается Джива Она попадает На пост Путаны Она уже была Там В отношениях Кришной Материнских Попадает На пост Путаны И снова Туда Возвращается После этого Потом На ее Нет Почему так Подумай Она Получила Освобождение После того Как Кришна Ее убил Получила Руль Матери В духовном мире Зачем ей снова Приходить Не-не-не До этого Она ушла С этого поста Для того Чтобы Почему А я слышал Что Сваруха Она всегда Одна И не меняется А в этом смысле Ты говоришь Ну Может быть Но это не так Что она должна Регулярно Приходить Она выдернулась Сваруху Да Ведь Тебе не случайно На мною Перешла Именно Такая роль Натеринская Король Когда она Кришне Думала И пришла Она Матерининская Роль Значит Это было Связано С Кришной Как-то Она Сделала Это Выбор Сама Да Много Тонких Вопросов Может быть Еще Вопрос Есть Как Краймакрат На самом деле Можно подумать Что Вандалы Сейчас Рассказали Что Не была Карма Это Была Милость Это Было Служение Но Возникать Это объясняется при помощи внутренней энергии. Внешне выглядит обычная судьба людей, трудная. Ну, понятно. Описывается же на эти дети панду, а это дети дритараштры. Дритараштры такое амбициозное. Это перешло к Турьотхане, а престол к панду умер. Внешне понятно, по закону кармы все так и должно быть. Все законы сохраняются те же самые. И наука будет переходить. Нет карма, карма, карма. Можете так. Ну, а теперь смотрите, это точно не внутренняя энергия, а внешняя энергия. И вы увидите другую картину. Турьотхан был послан демонами. Дитараштры тут ни при чем. Изначально. А ведь Иштира был прислана непосредственно по воле Кришны. Как частичное плачение Тхармы Раджи. И не слышал ни единого греха. В своей жизни. Дуропаде пришла как частичная экспансия Лакшми Дэви. Из огня. Если вы рассмотрите их отношения с Кришной, вы увидите, что там дело совершенно не в карме. Их сознание, оно не было в этих политических обстоятельствах. Это действительно страшно Дурьотхан пристрелили в ту сторону Шакуни. Как раз там противопоставляет за это все. Мне кажется, что панда втянут в ту же игру и тоже борется за власть. Но вдруг Арджуна отказывается сражаться. Дурьотхан не отказался сражаться. А почему Арджуна? Это внутренне начинает рассказывать, что он чувствует. И Кришна рассказывает, что он должен еще почувствовать, чтобы сделать это. Но не говорит ему, что Дурьотхана плохой. Это тоже плохой. Все должны быть убиты, потому что они плохие. Разве ты не помнишь, какие они плохие? Он об этом не говорит. Он говорит о чем-то другом. Тут начинает понимать, кто такие пандавы. Чем они у него остаются вообще? Через Бхагавадгиту, через Махабхарату постепенно все присняется. Если вы просто смотрите Махабхарату, так и будет. Что Махабхарата есть материальная ее оттрактовка. Есть Джаймини, есть Вашампаяны. Два Бхагавана, они по-разному рассказывают Махабхарату. Одна точка зрения трансцендентная, диховная, связанная с Кришной. Другая чисто внешняя. Как это все будет? Также есть учение Господа Капилы, есть учение Самозванца Капилы. Внешне то же самое. Но учение Материста Капилы, там нет души вообще. Хороший анализ материальных элементов. Тоже правда. Так вот эти наши аналитики, политики сегодня анонимализируют, прогнозируют что-то там тоже. Закон кармы изучают. Характеры, последствия, там тенденции, намерения, амбиции. Все это изучают. Это сознание дурет в шакуне. И многие из них, эксперты в этом большие, могут управлять приятный мир на мир. Это внешний мир. Если рассмотреть это с точки зрения внутренней энергии, вы видите, что они невеликие люди. Они изменены. У них мотивы не изменены. Они жадные просто. Если вы эти сердечные внутренние, вы видите, как есть на самом деле вещи. За всеми этими богатствами, достижениями, корпорациями, вы вдруг увидите другую картину. Боже мой. Так это жители ада вообще. Нам надо еще раз напомнить о том, что пандабы проводили ягоды для того, чтобы привлечь. Они придумали, как еще привлечь, как еще привлечь Кришну. Мы сейчас размышляем о том, что служение, которое определено делает, любое служение в разных, в разных проектах. Это именно об этом должно быть. Такое настроение всегда должно быть. Если он не приходит, это оказывается, что должна быть трудность, через которого он придет, мы сможем таким образом соприкосноваться. Есть трудность, там два вида трудностей у преданных. Трудность, которая приходит от Кришны по плану Кришны. Есть трудность притворная, которую они сами специально создают, чтобы Кришну привлечь. Два вида трудностей. У преданных, в основном, если так рассмотреть их, как преданных именно с этой стороны, конечно, разные преданных, но с этой стороны все они одинаково преданные. У них притворные трудности. У них нет трудностей на самом деле. Но это я не думал, что специально. То есть за этой трудностью есть счастье, осознание Кришны всегда. Ну, например, у меня много денег, и я потерял там 100 долларов. Я говорю, у меня 100 долларов нет, и я потерял 100 долларов, помогите мне. И это притворяется, у тебя куча денег. Это правда, что ты потерял 100 долларов, но ты же притворяешься, что ты страдаешь. Преданных подобно таким образом с тобой. Ой, помогите мне. Через 5 минут уже смеется, уже шутит, уже все. Через 5 минут. Вы где-то встречали, да, когда к психиатру приходит человек или психолог, за 5 минут у него все, он уже смеется. А предные такие все. Видите, уже смеются. Они жалуются на свой голос, но это притворный притворный. На Кришну жалуются тоже. Это женщин касается. Женщина прощается. Женщина прощается. Всем нужно дать место шакуни. Сначала, с этого начать нужно. С этого нужно начать тренинг. Вы все шакуни. Вот давайте с этого начнем. Там будет все ясно, а все быстро все поймут. Что Арджуна, они не знают, кто такое Арджуна. Они понятия не имеют. Они знают имя Арджуна, что он друг Кришны, но они ничего не знают об этом. Это тайна Бхагавадгиты. Все, кто читает Бхагавадгиту, миллионы людей, они не знают Кришну и Арджуну. Вот что проблема. Они знают Гиту, а их не знают. А шакуни сразу понимают. И дуретхуна. Поэтому с этого нужно начать. Шакуни. Ты шакуни, кто дуретхуна. По парам разберетесь. Давайте начнем тренинг с этого. А Арджуна и Кришна должны быть преданы, которые же опытные. И направляют их. Тогда им станет понятно. До какой-то степени. А так они говорят, я Арджуна. Ты же не знаешь, что такое Арджуна. Что такое быть другом Кришны, кто знает об этом. В некоторых местах даже эти имена не упоминаются. Потому что не тот уровень беседы. Даже народа когда беседует с преданными некоторыми о Кришне имя Нанды Махараджи не всегда называет. Он говорит о других там великих преданных, а про Нанды Махараджи вообще ни слова не говорит. Хотя он там присутствует в том контексте. Он говорит, такой высокий уровень, что в этом контексте еще рано имя называть это вообще. Ну что это обычно непонятно. Просто номинально что-то будет. Уже оскорбительно будет. Бхагава там в Шукадеогасове имя Радха не произносит. Ну вот Господь читания в этом настроении был. Притягивая. Кришнеよ. Да. Громко, хорошо? Да.